Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Ну вот, друзья, первая информация после того, как исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в Хабаровский край. И вот буквально-буквально первое решение, которое он уже принял, сейчас я вам озвучу. Но я забегу вперед, как мне кажется, это, конечно, не он их принял. Это такая стратегия, такой план был Москвы. Что он должен сделать, когда он приедет туда, что озвучить, какие решения должен принять в первую очередь. Потому что, ведь это же мы прекрасно понимаем, не просто так он туда приехал, а какие задачи сейчас у него есть. Максимально-максимально быстро, в кратчайшие сроки погасить вот эти вот все волнения. И наражен-наражен лезть, я думаю, ему не рекомендовали. И сейчас у него есть конкретный план, как нужно действовать, что нужно сделать, чего хотят люди. И сделать, постараться именно так, как хотят они, конечно, не кардинально, не вернуть фургала в Хабаровский край. Но хотя бы, что в их силах сделать, для того, чтобы они его хоть как-то приняли. И поэтому вот такие вот заявления сейчас мы слышим. В Рио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что никто из команды бывшего главы региона Сергея Фургала в отставку не уходит. Господин Дегтярев пообещал пообщаться с горожанами после того, как будут решены первоочередные задачи. Кстати, горожане сейчас под окнами у него стоят и очень сильно хотят пообщаться с ним. Запись его пресс-конференции публиковала радиостанция «Эхо Москвы». Да, я с удовольствием выйду, если честно, и не раз к хабаровчанам. И мы не раз встретимся, но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Друзья, опять перерывусь. Мне кажется, в такой серьезной ситуации для Хабаровска, что может быть более первоочередного, нежели встреча с людьми. Ты после того, как приехал, мне кажется, было бы более правильно, если ты приехал, прилетел в аэропорт и сразу приехал к зданию правительства. Не заходя в здание правительства, вышел на крыльцо и поговорил с ними, сказал, люди, вот я приехал, у меня вот такие-то такие планы. Меня поставили, я хочу вашу жизнь как бы сделать лучше, постараться что-то там для вас сделать. Фургал не смог, но я вот попытаюсь довести до ума то, что он сделал, то, что он не успел сделать. Моей вины нет в том, что произошло, поэтому я тоже в какой-то мере заложник этой ситуации. Это было бы правильнее, нежели он приехал в здание правительства, какие-то там беседы, разговоры проводит. Ну понятно, для чего эти беседы, разговоры, это какие-то подготовки для дальнейших действий, подготовка тех людей, которые сейчас сидят в Хабаровске, потому что они совершенно не знают, а что им делать и как себя вести. И он привез какого-то рода ценные указания с Москвы, и именно вот сейчас на пальцах, на пальцах, ни по телефону, ни по видеосвязи, а именно на пальцах объясняет, что делать и как сейчас нужно себя вести. Вот проводит им этот инструктаж, тот инструктаж, который провела ему Москва несколькими часами ранее. Поэтому я посчитал, что сейчас не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций, и лично, сказал господин Дегтярев журналистам. Он рассказал, что видел граждан, которые скандировали, Дегтярев уходи, и призвал их соблюдать социальную дистанцию, так как опасность заражения китайской дрянью еще есть. Ну при чем здесь социальная дистанция и Дегтярев уходи, ты? Ответь конкретно, что считаешь-то, что думаешь по поводу высказывания Дегтярев выходи, а тут про какую-то социальную дистанцию, или может быть социальную дистанцию с Дегтяревом надо соблюдать. Михаил Дегтярев сообщил, что команда Сергея Фургала имеет полное право продолжить трудиться. По ее словам, никто в отставку не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Вот такие вот, друзья, высказывания, такие заявления. У меня же на этом, друзья, все. Всем, кому понравилось видео, ставьте классы, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.